Александр, привет! Да, приветствую, Анна, приветствую. Я очень рада тебя сегодня видеть, и очень рада тому, что мы записываем это интервью 1 мая. Взаимно. Я знаю, что у тебя сейчас... Символично, да. Да, да, да. Я знаю, что у тебя были переговоры, а вот я только что записывала одно интервью, два часа с Александром Свияшем брала. Да, да. И после того, как мы с тобой закончим, будет у меня еще интервью, так что я в работе, и ты тоже, да? Ну, куда без этого, да. Куда без этого, да. Александр, перед тем, как я тебе задам огромное количество вопросов, а сегодняшнее интервью будет о теме счастья и успех, я хотела бы попросить тебя, чтобы ты представился и рассказал нашим слушателям, нашим зрителям немножко о себе. Ну, давайте. Я с 96-го года предприниматель. Где-то с 96-го по 2002-й неофициально, а с 2002-го по текущий год это официально. То есть разные бизнесы, строительство, продажа рыбы, электроинструмента до консалтинга, искусственного интеллекта – то, чем я сейчас занимаюсь. По текущей деятельности я бы сказал, что я помогаю развивать и выстраивать адаптивные бизнес-системы. Вот это моя профессия последние лет 8, как основная. Я бы так представился. Отец, муж, предприниматель, помощник по созданию и развитию адаптивных бизнес-систем. Как-то так. Спасибо. Вот мне тот человек, который тебя посоветовал, это бывшая студентка КУПЭ или ученица университета, вернее, не ученица, а выпускница университета практической психологии, сказала мне, уж кто кто, но Александр тебе сможет рассказать, про что такое успех. А кто это посоветовал? По-моему, мне это посоветовала Людмила Григорьева или Людмила Журавлева. А, ну да, я знаю, ну хорошо. Хей, привет, заочно. Хорошо, хорошо. И сегодняшняя тема интерьера – это тема счастья и успех. Как тебе такая тема? Вообще вопросы счастья и успеха занимают тебя? Да, тема интересная. Я сразу скажу то, что будет красной нитью через наш диалог. Я очень по-разному относился к этим двум вещам, сущностям, задачам. Я точно считаю, что не надо искать успеха. Это глупая затея. Объясню, попробую сегодня свою позицию. Это не очень интересно человеку, личности, скорее интересно государству, экономической системе. Я точно считаю, что в попытках поиска счастья вы его не найдете. Скорее искать нужны другие вещи, такие как здоровье, осознанность, адаптивность, антихрупкость. И про это расскажу чуть попозже. Вот красной нитью пройдет то, что несчастья, неуспеха искать не нужно. Это приятный побочный эффект от немножко других главных прицелов. Вот так вот, как вводная. Да, тема интересная, можно пообщаться. Александр, а можно быть одновременно и мега-успешным, и мега-счастливым? Я думаю, что невозможно быть одновременно и мега-успешным, и мега-счастливым, потому что одно другому противоречит. Давай я попробую развернуть немножко эту мысль свою. Для меня счастье — это факт минус ожидание. Если вот так, с точки зрения формулы, я инженер по первому образованию, и часто то, что я делаю, я пробую как-то по-инженерному посмотреть на то, что возникает как вопрос, как задача. То есть счастье — это факт минус ожидание. Предположим, мы с тобой в возрасте 12 лет и ждем в качестве подарка велосипед. Какой-нибудь такой рисуется в нашем сознании велосипед. Если нам подарят самокат папа или мама, то получается, что факт, самокат оказался меньше, чем ожидание велосипеда. И это разница факт минус ожидание отрицательная. То есть мы несчастны, получив самокат как подарок. Причем, если мы хотели роликовые коньки и получили самокат, то мы будем счастливы, скорее всего. А вот если нам подарят крутой велосипед с пятью скоростями, еще более красивый и прикольный, или хотя бы тот, который мы мечтали, то мы будем счастливы, потому что факт велосипед красивый, минус ожидание. Наш какой-то обычный велосипед, который рисовался в сознании, оказалась вот эта вот разница положительной. То есть счастье есть. Теперь смотри, теперь мы сопоставим это с успехом. То есть для меня счастье – это факт минус ожидание, как я говорил. И человек счастливый, у него получается факт вышечком ожидания. Что такое успех, как мне кажется? Это немножко навязанная игра. Это соответственно каким-то непонятным взглядом на тему, что такой успешный человек. Это автоматически высоко задранное ожидание. И если человек максимизирует себя в направлении успеха, то, скорее всего, он сильно будет просажен в направлении счастья. Моя статистика показывает, я очень много работал с богатыми людьми, но по своему основному бизнесу, которым раньше занимался системой автоматизации зданий, умные дома, в принципе, покупательская способность этого продукта присутствует только у тех, кто обладает хорошими деньгами. Я знаю много успешных и несчастных людей. То есть среди успешных людей большинство несчастных. Выдвигаю такую гипотезу, подтвержденную моими наблюдениями. Нельзя одновременно быть в максимуме по успеху и в максимуме по счастью. Нужно выбирать или туда, или туда. Больше того, мне кажется, что первую привычку, которую нужно в себе выращивать – это быть счастливым. А потом делать то, что называется быть успешным, без фанатизма, если уж вы решили этим заняться. Я считаю, что нельзя. Я считаю, что нельзя. А что для тебя важнее – счастье или успех? Я считаю, что как человек, которому лет 15 казалось, что успех – это самое главное, игра в успех – глупая игра, неинтересная, ненужная. И если мы посмотрим немножко в происхождение слова «успех» – это «успеть». Успеть что? Что-то достичь? Кому нужна такая игра? Что успевать мы хотим? Мне не очень кажется, что эта игра интересна и правильна для личности, для человека разумного, осознанного в 21 веке. Вот, кстати, то, что мы сейчас увидим с вами, мы увидим, что много вот этих воздушных замков про успех сейчас начнут лопаться, разрушаться, как мыльные пузыри лопаться. Я считаю, что… Теперь давайте поговорим немножко про счастье. Я не считаю, что успех – это хороший вектор и задача для современного человека. Я считаю, что стремиться к счастью можно, но это не должно быть самоцелью. Скорее, счастье – это приятный побочный эффект от того, что человек учится быть здоровым, осознанным, адаптивным и антихрупным. Вот такое вот ужасное предположение у меня. То есть, если человек здоров, осознанным, адаптивен и антихрупным, то он гораздо чаще, чем другие люди, будет попадать в состояние счастья, где его факт минус ожидания будет приносить положительный результат. Понятно или не очень? Понятно, понятно. Прочее рассказывать. Конечно, конечно. То есть, с точки зрения нейрохимии, я увлекаюсь темой биологии поведения человека. Что такое состояние счастья? Когда у меня минимум кортизола, то есть я не в стрессе, у меня оптимальная концентрация адреналина, я концентрируюсь здесь сейчас, его не много и не мало в крови. И у меня много окситоцина, вазопресина, дофамина, эндорфина и серотонина. В общем, по-русски – коктейль счастья. Вот для того, чтобы это происходило, нужно, чтобы человек, у него были какие-то разумные, нормальные ожидания. Этого можно добиться с помощью практик осознанности. То есть, осознанные люди могут быть счастливыми, неосознанные редко попадают в состояние счастья и не умеют его удерживать, когда в него попадают. А чтобы я не был там застрессован, то есть, не перенасыщен кортизолом, и чтобы у меня была оптимальная концентрация адреналина, потому что я занимался чем-то, что мне интересно. То есть, с точки зрения нейрохимии, счастье – это следствие осознанности, адаптивности и здоровья. Ну, нездоровый человек никогда не сможет создать вот эту концентрацию коктейля из эндорфина, серотонина и прочих вещей. Отсюда выводы. Итого, резюме, успех – глупая затея, потому что это не про то, что идет от человека, а то, что навязывается ему там экономической системой, обществом, картинками в каких-то красивых журналах, ютюберами, инстаграмерами. Счастье – это приятный побочный эффект от других вещей, про которые я сказала. Скажи, пожалуйста, как ты относишься… Сласс, я ломаю тебе, наверное, всю интервью, да? Не ломаешься, все идет круто. Все идет круто. Саша, скажи, пожалуйста, как ты относишься к следующей цитате? Нам в университете практической психологии Николай Иванович Козлов периодически рассказывал про Александра Любящего, которого можно считать создателем российской системы тайм-менеджмента. И я просто знаю, что ты очень много занимаешься вопросами эффективности, тайм-менеджмента. И вот Любящий вписал в своем дневнике, подводя итоги года, одного года. Сделал мало, был счастлив. Что я по этому поводу думаю? Да, да. Ты знаешь, мне раньше это очень нравилось. Я считал, что это, наверное, правильно, красиво, со смыслом. Сейчас я скажу, ну, не совсем я с этим согласен. Могу пояснить, если надо. Да, 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 конечно, конечно. Есть хорошая идея и концепция «Состояние потока» Митхая Чик Сент-Михая, автор, есть книжка «Поток». Да, 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 у меня она… Да, в состоянии потока, кстати, если говорить про тот самый коктейль, из нейромедиаторов и гормонов, про который говорил, у нас как раз оптимальная концентрация адреналина, и мы сохраняем максимальную концентрацию, мы здесь сейчас, мы очень творческие, мы очень ресурсные, мы можем выдавать классные решения, классные идеи, нам это нравится, это приятно. То есть, мое мнение, что человек, который занимается тем, что ему подходит, ну, выбирает какую-то осознанную деятельность, чаще попадает в состояние потока, то есть, мы будем счастливы, то есть, я считаю, что счастье будет тоже приятным побочным эффектом, хорошей, нужной, полезной, интересной для конкретного человека деятельности. Я не согласен сейчас, не совсем согласен с Любищевым, то есть, если он попадает в состояние потока, я не знаю тут, где причина, где следствие, для меня это как побочная задача, то есть, вот индикатор, что если я в течение дня не был счастлив, это для меня еще индикатор, что я что-то не так делал, я, заметьте, не сказал, что я делаю что-то не то, я сказал, что не так делал, то есть, я могу выбрать делать какую-то задачу, но если делаю ее, я ни разу не попадал в состояние счастья, в состояние потока по Миндхай, Чиксент-Михай, то, наверное, я что-то не так делал, может быть, напрягался, может быть, вот сейчас я с тобой стою, разговариваю, потому что я до этого на переговорах сидел, я вот меняю положение каждый час, это и из здоровья, и из физиологии, то есть, мне так приятно и интересно, ну, с точки зрения, опять-таки, влияния на тот самый гормональный коктейль, я так выбираю дело. Итого, мое резюме, я считаю, что если человек занимается интересным делом, полезным, нужным, то он будет попадать в состояние потока, он будет счастлив тоже. Я с тобой абсолютно сна. Не надо разрывать счастье и деятельность работы. Вот я сегодня, 1 мая, я выбираю работать не потому, что это нужно, а потому что мне это доставляет приятные ощущения, то есть, я опять ловлю какое-то состояние потока периодически. Были переговоры, но я думаю, что процентов 70 времени переговоров с клиентом, я был в состоянии потока, мне было интересно, я не замечал время происходящее, я не сидел там в нужде, что мне нужно проводить переговоры, обязательно. Я очень рада, что ты затронул тему потока. Я обожаю книги автора, Чикс и Михай, и, кстати, на некоторых тренингах даже привожу примеры, вот там диаграммы показывают, что такое состояние потока, и то, что я по себе знаю, что я, мне кажется, вообще всю свою жизнь, ну, про школу я не знаю, но начиная с первого, университетского образования и впоследствии, я ежедневно нахожусь в состоянии потока по много часов. Ну, грубо, надо для тебя поучиться. Я учусь. Вот, и мне кажется, поэтому у меня очень часто такое чувство. Ты позитивненькая такая, девчонка, да, у тебя поучается. Да, 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 да. И ты знаешь, и веду ли я занятия в университете, пишу ли я книгу, беру ли я скайп-интервью. Но мое хобби – это скайп-интервью. Смотри, как круто, да, дома сижу, 1 мая, и у тебя скайп-интервью. Да, прикольно. И прикольно, да, и масса всего другого делаешь, что для меня вообще такое состояние – вау. И когда кто-то говорит, что для него состояние счастья просто лежать на солнышке и загорать, это можно пару часов или пару дней. Ему просто нечем сравнить. Подожди, он не пробовал другие варианты. Кстати, там, потому что по диаграмме помнишь, да, что это сложные задачи и высокий уровень мастерства, да, то есть нужно одновременно двигаться в двух плоскостях, чтобы входить в состояние потока. Здесь у нас уровень мастерства, а здесь сложные задачи. То есть если человек берет простую задачу лежать на солнце, ему сложно попасть. То есть при лежании на солнце концентрация адреналина минимальна, то есть сложно схватить состояние удовольствия. И вот этот вот как раз коктейль счастья, он не возникает. Да, да, да. Я, кстати, помню, у меня вот сейчас уже несколько лет нет такого хобби, но лет 10, наверное, было такое хобби. Я стала рисовать по стеклу, разрисовать различные фужеры, потом обжигала их. Это было необыкновенное состояние потока. Я могла до 3 до 4 до 5 утра этим заниматься в течение многих недель. Я даже выставляла какие-то там свои произведения искусства в Америке и какой-то... Класс. ...на 3 долларов. И вот когда я только стала этим заниматься, с каждым днем, с каждым месяцем было интереснее-интереснее, а потом у меня произошло такое, что я уже перестала учиться. Я так поняла, что я уже стала делать это на... Вот как ремесленник. Знаешь, вот... И тут... И тогда мне стало скучно. То есть я могла бы уже пойти к кому-то... Да, ты не стала двигаться по горизонтальной оси и по вертикальной. Застряла, и все. Оно потеряется потом. Да, да, да. Вот я застряла, и я тогда поняла, что если я делаю так, получается красиво, но не стала делать лучше. И тогда я перешла... Сейчас усиленно пишу книги. Мне кажется, что счастье это... Я точнее разделяю позицию, ну, присоединяюсь к твоему мнению. Это базовая установка организма. Только... И путь мастера, да? Когда ты пытаешься себя развивать в том направлении, которое тебе нравится, ты занимаешься все более и более сложными задачами в этом направлении, развивая свою уровень компетенции, он автоматически тебя погружает в состояние счастья. Если ты... То есть если ты не стоишь на месте, если ты двигаешься, то получается счастье становится базовой установкой и нормальным состоянием. Ну, то есть ты периодически в него попадаешь. Каждый раз попадаешь и чаще. Мне кажется, что организм стремится его повторять. Если сильно настройки не убиты организма, мозга, то все у нас с этим в порядке. Отсюда я снова возвращаюсь к идее. Смотри, чтобы... Счастье — это следствие, а причина — это здоровье. Ну, реальное здоровье, которым нужно заниматься. Я не верю, что нездоровый человек может быть счастливым. Если у него болит, если у него температура, если его ломает, если у него там воспаление легких или почки отказывают, какое там счастье? У него слишком много ресурсов уходит на то, чтобы просто элементарно подняться с кровати и там сделать шаги. Второе — это осознанность. Он как бы может находиться здесь сейчас, он может удерживать состояние потока. Он не на светлоте живет, а не убегает в будущее, не убегает в прошлое, находится здесь сейчас, занимается этой работой. Если я с тобой в интервью, то я в интервью. Не думаю о том, что сейчас после интервью я пойду гулять с детьми или пойду на пробежку. Хотя это интересная затея. Люди, которые играют в успех и заигрываются, они очень плохо находятся... Ну, мое субъективное мнение, я по себе это помню. Ну, конечно, нельзя переносить свой опыт на всех. Мы много играем в будущее, то есть мы все время живем вот той картинкой, что когда я достигну вот этих целей, отсюда тоже не очень хороший побочный эффект из этой игры в успех, он вытаскивает человека из счастья. То есть ты теряешь состояние потока, мне кажется. Играя в успех, ты начинаешь терять состояние потока и реже попадаешь в свою несчастье. Как ты можешь понять, что, например, перед тобой есть человек, как ты можешь понять, что этот человек, например, счастливый? Легкий, живой, пластичный, приятный, открытый, без суеты какой-то ненужной, в тревожности, лицо такое светящееся. Так, если ассоциативно говорить, можно его медицински затащить в МРТ или в КТ. Есть участок мозга, который отвечает за то самое состояние счастья, точнее, при активности этого участка мозга стимулируется выработка нейромедиаторов, окситоцина, бозапрессина, эндорфина, серотонина и окситоцина. Коктейль счастья этот самый. Есть, кстати, человек, который медицински является пока самым счастливым, Материкар. Большой поклонник медитации. Рекомендую тебе. Я читала его книги. Я читала его книги. Да, он тебе, я думаю, нам с тобой даст фору в теме счастья точно. Да, 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 конечно. Вот, поэтому это можно проверить медицински. Мы тут с друзьями спорили, у нас есть разные мнения. Одни говорят, там, эзотерический подход к счастью, я за такой нейрофизиологический, биологический подход к счастью, что вот есть причинно-следственные связи, там, пробежался. Я люблю бегать периодически, и после бега я себя прикольно чувствую. Сегодня, кстати, побегу через полчасика, пойду, сделаю пробежку. В том числе для счастья, да, это приносит удовольствие. А я, ты знаешь, я иногда бегаю, но намного чаще катаюсь на велосипеде. Вчера я проехала 100 километров, и это было такое счастье. Так что я делаю это тоже. И тогда мне приходят, кстати, очень хорошие мысли, когда я катаюсь на велосипеде. Вроде бы погружаешься, типа, в таком трансе, и очень многие мои, ну, на мой взгляд, такие хорошие умные мысли или какие-то идеи приходят тогда, когда я или катаюсь на велосипеде, или на лыжах. А, Александр, какие привычки или какие навыки или какие качества важны для того, чтобы человек, например, был счастливым или становился счастливым. Ну, давай по порядку пойдем из-за того, что мне в голову приходит. Я вспомнил сразу Славу Полунина. Он большой тоже специалист по счастью. Это бывший советский клоун. Сейчас уже у него свои проекты. Он хорошо как сказал, что счастья насвистывают, напевают и напрыгивают. И мне кажется, что насвистывать, напевать и напрыгивать это хорошая привычка для того, чтобы счастье было. Первое, да. Второе, мне кажется, что хорошая привычка про счастье это сохранять в себе любопытство и восхищаться тем, что вокруг происходит. Вот это вот такой рефлекс «Ух ты, нифига себе!» Прикольненько, да. То есть, как бы такое, разрешать себе новый опыт. Счастье внутри, а не снаружи. Искать его нужно внутри, а не снаружи. Потому что большинство людей, я тоже, скажу честно, очень долго пытался его искать снаружи. Ну, там, выстраивать какой-то определенный лайфстайл, ища определенного дохода, окружения, каких-то социальных доказательств. Сейчас очень внутри, а не снаружи. Счастье стоит строить от здоровья, как я и говорил. То есть, там, сон, питание, физическая активность, нормальное состояние тела, следить за тем, что происходит с организмом, это будет причиной для счастья. То есть, в здоровом организме счастье, искру счастья, сжечь гораздо легче, чем в больном. Ну, счастье это про легкость, потому что часто мы ищем, я не знаю, как ты, но вот люди, которые про успех, и я долго был про успех, скажу про это в прошедшем времени, то, что мне успех не интересен. Я, наверное, ищу достатка, чтобы иметь свободу выбора. То есть, мне интересен достаток разумный, чтобы иметь свободу выбора перемещения, свободу выбора действий, чтобы иметь возможность там работать, не для денег, а для того, чтобы получать удовольствие, как-то реализовываться, кому-то помочь. Счастье про нужность. Ну, то есть, коррелирует с нужностью. То есть, наверное, если человек просто сам в себе счастлив, я в это не верю. Есть, кстати, испытания, исследования вот этих ребят, которые медитируют, друзья Матери Карра и сам Матери Карр. Его просили медитировать на разные задачки, да. Есть такая медитация про... Я не знаю, как она в классике называется, назову по-своему. Там, альтруистическая любовь. И вот в тот момент как раз он ловил максимальное состояние. То есть, ну, ФМРТ аппарат показывал, что вот когда человек, так сказать, в своих мыслях помогает или сочувствует, сопереживает другому человеку, он максимально счастлив. То есть, получается, что между альтруизмом, да, между помощью другому человеку, другим людям и счастьем есть очень четкая взаимосвязь. То есть, для того, чтобы нам быть максимально счастливыми, нам нужно быть для кого-то нужными, кому-то полезными, для кого-то необходимыми. Поэтому счастье это про востребованность себя для других людей, а не просто там счастье в себе. В общем, я не верю в такое дауншифтерское счастье на долгой дистанции. Я верю, что человек счастлив, который занимается деятельностью, интересной и полезной для других людей. какая-то деятельность, неважно, это может быть уборка, уборка двора или двора или квартиры. Я помню, когда мне было лет 11, я выходил на улицу и у бабушкиного дома убирался мужик. Он мне запомнил, потому что он в холодную погоду был босиком часто, и у него было шесть пальцев на ноге, на обоях. Ну, правда, такая вот интересная патология. Но он был такой прикольный, вот он был очень, ему нравилось его дело. Ну, или мне так казалось. То есть он с удовольствием махал метлой, и правда, я думаю, что он был счастливым человеком. Я его не спрашивал, к сожалению, тогда, но эта картинка мне запомнилась. То есть неважно, чем человек занимается, вот это вот, опять, то, что неправильно многие из нас воспринимают, это немножко идет с журналов, из кино, там, вот эта профессия на базе снуспешная, если ты ей занимаешься, например, там, ты предприниматель, а вот эта профессия на базе снеуспешная, если ты ей занимаешься, это все. Вот я видел счастливого дворника, и я видел кучу несчастных предпринимателей. Я видел кучу несчастных предпринимателей, и я видел очень счастливого дворника. Я видел счастливого парикмахера, я видел счастливого официанта. Я видел очень несчастных руководителей, которые, может быть, с точки зрения статуса соответствуют всему вот этому, ездят на правильной машине, живут там в правильном районе, общаются с правильными людьми успешными. Это вот про это, да? Ну, и, наверное, Наверное, последнее про счастье добавилось. Счастье — это про адаптивность и про умение управлять своими ожиданиями. То есть, если вы базисно задрали какие-то высокие ожидания себе, чем я долго болел, то тяжело будет попадать в счастье. Например, апрель у нас был, конечно, похуже в бизнесе, чем март. Сильно похуже. И если я буду пытаться с ожиданиями марта продолжать жить, ставьте себе цели, находите возможности, я немножко подкорректировал ожидания и продолжаю их корректировать. Потому что понимаю, что ситуация изменилась, рынок изменился, да, это куда-то вернется, когда-то вернется, а когда еще пока до конца никому не понятно. То есть, мне приходится корректировать ожидания, я ничего плохого в этом процессе не вижу. То есть, счастье — это про адаптивность. То есть, нужно адаптироваться, потому что еще в свое время хорошо сказал Чарльз Дарвин, в оригинале это звучало не «выживать самый сильный» или «сильнейший», «выживать самый адаптивный». Вот я в это верю. Счастье — это про адаптивность. Если человек адаптивен, то он будет счастливым. Ну, если мы понимаем, что, давайте так, вот я люблю сходить с женой в рестораны, да, но последние полтора месяца мы ресторан не посещали. Я могу по поводу этого сильно расстраиваться каждый день, сохраняя свои ожидания. Или я попробую как-то изменить ожидания, понять, ну, в этой реальности в ближайшие дни в рестораны пока мы не ходим. Александр, а насколько счастливым ты обычно себя ощущаешь? Ты, если представить себе, например, десятка — это просто полное счастье, ноль — это полное несчастье, то обычно-то и где. Ты знаешь, да, правила или не знаешь? Правила «пик-конец» Канеман вывел. То есть мы запоминаем пиковые впечатления. Да, 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 конечно. Ну, если попробовать убрать этот глюк про то, что мы запоминаем только пиковые впечатления и последние, я бы сказал, что динамика моего счастья за последние два года, она положительная. Меня это больше всего интересует. Меня не интересует абсолютная цифра. Я понимаю, что есть люди, правда, есть люди, которые генетически больше предрасположены к счастью. Ну, правда. То есть, если, например, у человека больше рецепторов серотонина, дофамина, эндорфина, как раз тех участков мозга, которые захватывают эти нерв-медиаторы и помогают нам ощущать себя счастливым, то он будет генетически предрасположен к счастью нам. Я, наверное, не похвалюсь крутой генетикой в этом плане, но и не буду жаловаться. Я, наверное, где-то посерединке. То есть есть люди, которые базисно, я тут верю в теорию, что гены заряжают обойму, а образ жизни нажимает на пусковой крючок. И по отношению к счастью это тоже актуально. То есть у каждого из нас заряжены уже как-то гены на тему счастья. Есть люди, это не я придумал, но я это разделяю. Кстати, здесь мне нравится Роберт Сапольский, очень хороший курс лекции на Ютубе, сейчас болтается. Биология поведения человека, там в том числе очень много про счастье, про биологию счастья, как она появляется и исчезает. Я думаю, что по шкале от 0 до 10 я стараюсь как минимум 2-3 раза в день попадать в зону 7-ки, 8-ки, 9-ки. В среднем по дню я чувствую себя... Для меня нет самоцели быть в состоянии счастья, но я пробую его находить. Если, например, я чувствую, что часа 2 я уже ни разу не был счастлив, то я пробую как-то поменять свою деятельность. Я, например, еще раз напомню, встал с тобой, я сейчас стоя с тобой в интервью, у меня стол позволяет... Кстати, рекомендую вам взять стол, который позволяет регулировать высоту, чтобы опять поменять позу и с большей вероятностью попасть в состояние потока удовольствия и счастья. В общем, в течение дня по среднему, я скажу, наверное, шестерка, наверное, так. Года 3 было поменьше и по пику, и по пику, и по среднему. А вот сейчас, вот эти несколько недель, с тех пор, как началась самоизоляция и вообще в связи с ситуацией в мире, в связи с пандемией коронавируса, поменялось у тебя ощущение счастья? Ну, были, смотри, разные периоды. Я не склонен, как это, в унынии долго тусоваться. Кстати, если я нахожусь долго в нересурсном состоянии, под долгое, я подразумеваю, там, чувствую, что я что-то не в ресурсе хотя бы больше, чем полчаса или час, то я что-то с собой делаю. У меня такая привычка. Ну, варианты делаю, это может быть пораньше лечь спать, если это ближе к вечеру. В любом случае, я раньше 9 не лягу, никогда раньше 9.30. Это редко бывает. Да, вот там, чаще это физическая активность, перекусить, прогуляться. То есть, я ухожу в какую-то активность или в смену деятельности, если я чувствую себя не очень в ресурсном состоянии. Наверное, за эти полтора месяца было несколько раз, когда я, как это называл-то, назовем это так, кортизола становилось больше, чем обычно, беспокойство и тревоги больше, чем обычно, и ловя себя на этой мысли, я там аккуратненько все-то с тобой пробовал делать. Наверное, в этом месяце это было больше, чем в марте или феврале. Здесь я не скрою, я человек, меня тоже, бывает, заносят. Просто есть какие-то такие, ну, заготовки мои, например, там, пройти прогуляться, например, пройти пробежаться, например, сделать какую-то физическую активность, например, переключиться на что-то другое, например, там, пообщаться, поиграть с детьми, там, еще что-то. Да, наверное, за апрель это было почаще, чем обычно. Ну, то есть такие вылетания в не самые ресурсные состояния с точки зрения... Но я могу работать в нересурсном состоянии. Посмотри, я могу прибегать к силе воли, я чувствую, что сейчас я вот, ну, не очень счастлив, не очень там ресурсен, но я сяду и буду работать. Я такой человек, да. То есть мне помогает немножко дисциплина, она иногда мне и вредит. Все лекарства, все ядко, как сказал, в процессе. Зависит от того, в каких количествах вы то или иное средство употребляете. Как-то я раньше очень сильно жил на вот этой вот воле дисциплине, был такой у меня период в жизни, а сейчас я стараюсь искать вот той самой легкости, и если я чувствую, что я-то что-то на воле дисциплине делаю полчаса, как-то вот все это на воле дисциплине, я пробую менять уже подход. Александр, понятно, понятно, конечно. Александр, какие твои привычки, какие твои качества, или какие-то твои навыки, может быть, техники какие-то особые помогают тебе оставаться в позитиве и помогают тебе быть счастливым? Ну, давай, сейчас буду, то, что вспоминается, наверное, самое актуальное. Я начинаю день с медитации, вот уже больше трех лет, или двух с половиной, сейчас это минут 20 в день. Прямо вот с этого начинается день, всегда, без исключения. Это будет минимум 10 минут, максимум где-то 20-25 минут. Практика осознанности можно проще вещей называть. Это то, что mindfulness, да? То, что по-английски mindfulness. Да, ну, это закрыть глаза, посчитать дыхание. Простая медитация, да. Я тоже такое делаю, я обучалась. Я после этого что-то читаю под свои задачи. То есть я для себя решил, что мне интересны три направления. Это адаптивные бизнес-системы, это как работает мозг, биология поведения человека в широком смысле этого слова. И третий – это искусственный интеллект. Вот три темы, под которые я читаю последние три года, ну, с каким-то своим темпом, это могут быть и аудиокниги. Утром я читаю физическую книгу, то есть не аудиокниги. Потом у меня будет какая-то активность небольшая физическая. Ну, то есть, наверное, мне помогает первая привычка. У меня есть свои ритуалы. И я начинаю день вот с чистого листа за счет этой практики осознанности вначале. У меня всегда будет физическая активность. Это помогает мне дать такой положительный стресс. Есть тот же самый контрастный душ. То есть я примерно понимаю, как устроен мой гормональный коктейль, как на него можно влиять. Я использую интервальное голодание. Я начинаю есть в 12 часов, заканчиваю обычно в 8 или в 9. То есть у меня минимальное пищевое окно. Это вначале тяжело, а потом это дает хороший ресурсный стейн. Я ем для ума, а не для тела и не для того, чтобы вкусно пожрать. Хотя у меня есть день исключения. Это суббота криминал, когда я ем то, что нравится. А в целом я выстраиваю диету для ума. Но здесь я подразумеваю, чтобы нормально хорошо работали мозги и нормально хорошо работала голова и было хорошее состояние. Я стараюсь себя окружать людьми, которых, как хорошо сказал Слава Полу, и хочется обнять. Я не работаю с мудаками и стараюсь, чтобы вокруг меня таких не было. Я не работаю, не дружу и не общаюсь. Всячески, так скажем, аккуратно выстраиваю территорию как менеджерского окружения. Из привычек у меня есть, ну, как я уже говорил, дисциплина. Если меня занесло во что-то нересурсное, далекое от счастья, я попробую это с помощью дисциплины поправить. Чаще всего мне это помогает. Если я чувствую, что прям сильно занесло, то я попробую как-то расслабиться. Да, мне помогает баня раз в неделю. Вот, кстати, то, от чего я сейчас страдаю в последних кавычках. Последние 4-5 недели, вот я уже в бане не был 4 недели, а этому ритуалу раз в неделю уже, наверное, лет 20. Я хорошо перезагружаю с помощью бани. То есть хорошая физическая нагрузка бани меня перезагружает. Получается, я понимаю, как это работает. Кстати, всем рекомендую освоить высокоинтенсивные интервальные тренировки. В любой версии я это делаю через бег. Можно это делать через велосипед, через степпер, через эллиптический тренажер, через отжимания, подтягивания. Это очень хорошо стабилизирует гормональный фон, причем на длинные дистанции и хорошо влияет. Я люблю подходить, к счастью, через нейрофизиологию. Ну, как инженер, да, там, без метафизики. Это не значит, что метафизика не работает, просто мне так и ближе. Мне так и ближе. А какие бы пять топ-рекомендаций ты дал нашим слушателям, нашим зрителям, что им делать для того, чтобы быть счастливыми? Не надо. Вот я делаю медитацию с обручем. Он называется Muse. Такая игрушка появилась. Это биологическая обратная связь. Я, кстати, рекомендую ее многим. Мне она помогла понимать, понять, вот какое для меня оптимальное состояние. Там принцип простой. Ты одеваешь этот обруч, он сканирует активность мозга и через телефоны, наушники дает обратную связь. То есть, когда ты в целевой зоне, он птички поет. Чем-то дальше от целевой зоны, тем больше шум такой, похожий на шум моря. И я понял вот для себя, где вот то самое состояние, где... Потому что я, ну, интуитивно я ошибался. То есть, первая моя подсказка, используйте сегодня различные фитнес-трекеры, различные инструменты биологической обратной связи. Пример, продается обруч, американская игрушка, называется Muse по-английски. Уже там третья версия вышла, у меня самая простая первая версия. Я давно его покупал, ну, относительно давно. И мне это помогает. То есть, мне как инженеру, я раз позанимался, чувствую... Я, кстати, увидел, как влияет отвлечение на то, как работает наш мозг. То есть, это первый совет. Правда, трекеры помогают. У меня есть фитнес-трекер там, да, я использую. И я как бы, в общем, отслеживайте обратную связь, оцифровывайте свое счастье. Вот такую ужасную первую идею я предложу. Правда, это разумно, и это работает. Второй совет. Высокая физическая и вообще любая другая активность для счастья точно будет полезна. Я не хожу. Ну, очень редко бывает, когда я прохожу меньше десяти тысяч шагов. Я это делаю в любой обстановке. Даже вот в квартире, например, раз в час я просто делаю перерыв. Я могу побегать по коридору там челночным бегом. Я могу походить, пообщаться. Я буду совершать звонки на ходу. Физическая активность скорее поможет вашему счастью. Ну, тут связь простая. Здоровье. И правда, наш мозг создан не для того, чтобы сидеть, думать, там, и на удаленном режиме общаться с людьми. Я не верю. Мозг создан немножко по-другому. И животного у нас очень много. Третий совет. Вот для того, чтобы быть счастливым, сейчас я опять снова из нейрофизиологии скажу, нужно развивать префронтальную кору или лобную долю мозга и максимально расслаблять лимбическую систему мозга и вот то менделявидное тело, которое отвечает за тревогу, страх и агрессию. Как это делать? Кстати, есть четкая корреляция, связь между успешностью и толщиной префронтальной коры. Это не мои исследования, но я в них верю. То есть чем больше у человека толщина префронтальной коры, то есть чем префронтальная кора отвечает за правильное поведение, за социальное поведение, за соблюдение норм, правил, в общем, договороспособные люди имеют большую толщину префронтальной коры. Вот то самое, например, чтение помогает ее развивать. Да, там общение, различные инструменты из эмоционального интеллекта, прочих новомодных вещей полезны для этого. Четвертое, про счастье. Я думаю, что... Вот для счастья, я уже говорил, полезен окситоцин. Для того, чтобы окситоцином у вас было все в порядке, это гормон доверия, но он еще с многими вещами связан, в том числе с лактацией у женщин во время беременности. Нужно делать 7 объятий минимум в день, да? То есть такие простые вещи, лайфхаки. То есть найдите возможность пообниматься, ну как минимум с теми, с кем вы живете, от 7 раз в день. Вот вам такой чек-лист внутренний, да? Там 7 объятий в день. С окситоцином будет все в порядке. Окситоцин помогает человеку чувствовать себя счастливым, в том числе. Окситоцин, кстати, в базовой концентрации 0 в крови. И вымывается за несколько секунд. То есть очень приятные дают ощущения. Что еще про счастье из того, что я не говорил? Счастье – это про принятие. Вот, вот, вот. Счастье – это про принятие. Я считаю, что если человек сильно заморочен на успехе, он очень плохо умеет принимать себя, окружение, то, что с ним происходит, в том числе текущая обстановка с этой пандемией. И я считаю, что если вот так резюмировать совет, да, про счастье – это искать легкости, искать активности, искать изменения, искать принятия. Ну, то есть принимать себя таким, какой ты есть, пробовать аккуратненько адаптироваться в ту сторону, куда тебе мир подсказывает, ситуация происходящая. Искать максимально активности, искать легкости. То есть если ты что-то делаешь, и это очень тяжело, и тебе уже не первый день тяжело, или не первый час, то попробуй поменять. То есть жить вот в этой цепочке гипотеза, проверка, масштабирование. Что это такое, да, там, ты хочешь стать счастливым, ты начинаешь делать что-то, смотришь, счастье прибавляется ли вы, не прибавляется. Если не прибавляется, то меняет следующее действие в следующем цикле. То есть нужно ввести какую-то метрику для счастья, да. Для меня, например, это в том числе качество утренней медитации, там, да, или как я там. Ну, какой-то введите себе внутреннюю метрику этого счастья, чтобы вы отслеживались. Вот вы что-то делаете, вы чем-то занимаетесь, как счастье прибавляется, либо не прибавляется. Мне так огибается. Александр, спасибо. Сейчас мы с тобой обсудили тему счастья, и я тебе хочу задать массу вопросов по поводу успеха. Происхождение слова успеха, от успеть. Я разделяю эту позицию, и тут у меня возникает вопрос, а успеть чего? Ну вот зачем эта игра? Там говорят, что это успех про то, что достигать поставленных целей, соответствовать какому-то образу успешного человека. То есть вот меня в успехе сегодня напрягает тема, что вот этот вот образ успешного человека, он кем-то рисуется. Не тобой, чаще всего. Меня это напрягает. То есть я не разделяю эту позицию. То есть вот есть, ну, точно есть такое представление, да, которое с экранов телевизоров, с журналов, и с кино, из современных этих всех фейсбуков, инстаграмов лезет, какой должен быть успешный человек, там какой у него должен быть костюм, машина, квартира, дача, жена, размер груди, живота, талии, количество кубиков и так далее. Это все, ну, возникает вопрос, зачем? И это начинает расползаться, как картина. То есть ты вроде бы вот добился какого-то успеха, причем есть, вот давайте пример про деньги, самый простой. Давай, давай, давай. Есть там среднее, в общем, есть исследования очень интересные. Предположим, вот это вот тось по вертикали будет счастье, а вот это будет доход. Исследования проводили в разных странах, очень репрезентативная выборка, делали оценку связи между доходом человека и счастьем. И увидели следующую картинку, что до определенной цифры, эта цифра в районе 7 тысяч долларов в месяц, а счастье действительно может прирастать. То есть, если мы возьмем человека, который получает 100 долларов в месяц, правда, у него очень много энергии, уходит на то, чтобы просто сводить концы с концами, там, находить что-то, поесть на эту сумму, где-то пожить, как-то там что-то одеть. И ему счастливым быть сложнее, чем человек, у которого доход побольше. Но когда мы, то есть, вот получается, что с каждым приростом дохода до цифры 7 тысяч долларов в месяц, этому исследованию несколько лет, я не думаю, что она потеряла актуальность, счастье может прирастать. Еще раз я говорю, что нет, это четко причины следственной связи, но счастье может прирастать. Самое интересное, что происходит за этой точкой. 7 тысяч долларов в месяц, это не сумасшедшие деньги по московским меркам. То есть, я знаю людей, которые получают на несколько порядков больший доход, я плавал в цифрах и больше, и меньше этой цифры, у меня есть и тот, и тот опыт. За 7 тысяч долларов в месяц, счастье начинает убывать. То есть, получается, что, чтобы сохранять или поддерживать доход выше 7 тысяч долларов в месяц, обычно человек кладет на это что-то, что приводит к тому, что счастье теряется. То есть, получается, что если вы пытаетесь сделать себя счастливым, увеличивая свой доход, и уже этот доход перешагнул за 7 тысяч долларов в месяц, вы точно делаете что-то не то. То есть, нету связи в увеличении дохода больше 7 тысяч долларов и счастьем вообще. Это доказали. Я в эту теорию верю, потому что я видел очень много несчастных людей с гораздо больше доходом, миллионы долларов в месяц, сотни тысяч долларов в месяц. И сам я был и там, и там. То есть, когда знаю опыт и вот тут, и вот тут от этой точки. И правда скажу, что счастья там не прибавляется. В общем, я верю, что я долго жил вот в этой вот парадигме, что успех это самое главное, что надо максимизировать доход, соответствовать чему-то, какому-то образу. Ничему хорошему это не приводит. В моем личном опыте, на опыте людей, с которыми мы работаем как с клиентами, вот, ну, прямо вот на самом деле. А есть ли у тебя какая-то формула успеха? Или можешь ли назвать какие-то законы успешной жизни? А, есть. Надо фигачить. Ну, в общем, надо поставить себе цель. Давайте, как бы, формула успеха. Целей должно быть несколько, от трех до семи, там примерно. Ну, больше семи вас точно порвет, меньше трех будет скучно. Успех это про такую адреналиновую жизнь, то есть вы там на адреналине. То есть есть такая окситоциновая жизнь, окситоциновая, дофаминовая, эндорфиновая, а есть адреналиновая жизнь. Надо тусоваться с этими успешными людьми, но они вас заставят двигаться, надо там себя ставить на деньги, надо подписывать всякие контракты, надо декларировать свои цели. Я должен долго, долго жил с этой темой. Я ничего против цели не имею, но цель это скорее такой вектор, достаточно гибкий. Мне очень нравится идея, вот, которую проповедуют ребята из Яндекса, у них главный продакт-менеджер, не помню, как правильно называется должность, но как-то пришел, он начал всех донимать идеи, какая стратегия Яндекса, давайте там стратегию для Яндекса пропишем. Говорит, отстань, мы там, говорит, нет, у нас никакой стратегии, мы просто тестируем гипотезы. Вот это правильный подход к современному миру. Не надо ставить перед собой грандиозные цели, надо иметь какое-то видение и пробовать тестировать гипотезу, которая может к этому видению привести. Это колоссальная разница между целью и тестированием гипотезы. Предположим, женщина хочет быть, хочет выйти замуж и построить хорошую семью, да? Ну, такая вот цель, это видение, да? Видение. Если она живет в режиме, она начинает все расписывать по планам, когда она там пойдет на дискотеки, какие будут, я сам этому женщине когда тучил, какие надо посещать места, выбирать тусовки, там, постоить личное позиционирование, переодеться, научиться вот этим навыкам, вот этим навыкам, это к 15 сентября, это к 20 сентября. Тухлятин это все, не так стоит делать. Как жить в режиме тестирования гипотез? Есть видение, что женщина хочет хорошую семью, и она выдвигает гипотезу на ближайшую неделю. Например, чтобы у меня была хорошая семья, я посмотрел на себя в зеркало и увидел, что я там обросла жирком там, где лучше его подобрать. Выдвигаю гипотезу, начну-ка я каждый день заниматься физической активностью по 15 минут. И живу по этой гипотезе, тестирую эту гипотезу неделю. Если через неделю я немножко приблизилась к этому видению, мне это нравится, в целом ощущаю, что гипотеза была интересна, выдвигаю следующую гипотезу. Так, неплохо пару раз в неделю выходить из квартиры и хотя бы попадать в те места, где есть те мужчины, которые мне нравятся. Начинаю выходить два раза в неделю из квартиры, попадать в те места, хотя бы просто там бывать. Если меня от этого не воротит, если там периодически такие мужчины появляются, продолжаю это делать. То есть вот в таком режиме надо жить. То есть тестирование гипотез под видение. Это про успех в современном мире, потому что современный мир очень неопределенный. То есть вот эти все модели про поставьте цель, разбейте на шаги, действуйте по шагам, это все хорошо работало в старом спот-мире, ну английская аббревиатура, где мир линейный, понятный, предсказуемый, где скорость перемен невысокая. Это все работало, потому что все было примерно ясно и понятно. Сейчас мы живем в вуком мире, неопределенном, непонятном, хаотичном. Все постоянно меняется, и это перестает работать. То есть в современном мире вы имеете какое-то видение того же успеха, выдвигаете гипотезу на одну-две недели, живете по ней. Если она дает результаты, вы приближаетесь к этому своему видению, не цели, а видению, здесь должны быть еще важные моменты, метрики какие-то. Чтобы человек был успешным, надо придумать себе метрику. Вот в случае с нашей женщиной, которая хочет быть счастливой, метрика может быть, например, я живу с человеком, который меня обнимает больше трех раз в день, с которым мне хочется находиться вместе, и он не мешает мне самореализовываться. Я там сейчас фантазирую на ходу, прошу не придираться. Не мешает мне самореализовываться, это плохая. Ну, там переделаешь конструктив, я сейчас... Конструктив, да-да-да. Вот, задумка такая. А вот ты несколько минут назад сказал слово по поводу успешного человека, что сейчас на нас, так сказать, наслаждаются различные идеалы успешного человека. Как все-таки можно... Это выгодно государству и экономической системе. Я, извините, что я перебиваю. Вот эта тема успешности, выгодно государству и экономической системе рыночной нам невыгодно вообще. Александр, а как можно узнать, что кто-то действительно успешный или нет? Ну, если в контексте... Вот первый раз, вот сейчас встречаешься с кем-то, с кем-то встречаешься. Я, например, в Америке была, я довольно долго жила в Америке, и была в гостях у одной женщины, миллиардера. Она была в таких черненьких трениках, не было у нее ни одного кольца, устроила вечеринку, накормила 200 человек. Ужина, да. Слушай, наверное, правильно, чтобы определение успеха и критерий для себя выдвигал каждый сам. Я, в принципе, отказался от этого вектора. Он мне не интересен. Это мой выбор осознанный. Я не хочу быть успешным. Мне это неинтересно. Но для того, чтобы мне делать некоторые вещи, которым мне заниматься интересно, например, помогать российскому бизнесу, как наступание малого среднего бизнеса, становиться более адаптивными, живыми, эффективными, заниматься с этим с удовольствием, мне нужно, чтобы... У них такое есть представление, что бизнес-тренер должен быть вот таким, например, у него костюм должен хорошо сидеть. Я вот эти костюмы шью, например, а не покупаю готовые. Получается, что я должен соответствовать некоторым стереотипам. То есть, скорее всего, если говорить про успех в контексте вопроса, как ты задала, наверное, я за то, чтобы, если вдруг решил человек себе его оставить, пусть он сам сформулирует для себя, что такое успешность, а не берет мою картинку. Потому что, например, успешный тренер в моей теме — это один ореол, да, там, и требования атрибутика. Успешный научный деятель тематики, там, ядерной физики — другой ореол. Успешный программист — это третий набор каких-то вещей, там, причем в одном кругу успешный программист. Это будет одна картинка. Вот из-за этого мне это не очень нравится, и не очень близкая идея в том, чтобы надо становиться успешным. Скорее, я еще раз говорю, я за то, чтобы выбирайте и становитесь осознанными, здоровыми и адаптивными. Ну, под адаптивностью вот этот вот самый там agile, гибкость, под осознанностью учитесь быть в моменте, учитесь понимать себя, то, что вы делаете, не только на автопилоте. Вот привычками этого внимания, то есть, ну, следить за тем, что происходит, а системно смотреть на то, что сейчас вот вообще с вами. Куда вас занесло, что вы делаете, почему такой выбор идет. А насколько успешным ты себя ощущаешь? Твоя точка зрения на саму успешность, не то, что кто-то другой может сказать. Наверное, говорить про успешность без контекста какого-то сложно. Если говорить про контекст того, чем я занимаюсь, у меня есть два направления, которые мне интересны, да, сейчас это искусственный интеллект, предиктивный аналитик, в частности, внутри темы искусственного интеллекта, я там совсем не успешен, потому что я там делаю первые шаги и там парочку-троечку проектов небольших, пока похвалиться особо нечем. А вот в теме построения адаптивных бизнес-систем, если взять там количество игроков, которые этим занимаются, ну, похожие деятельностью со мной, я думаю, выделил бы там человек семь, я где-то думаю, что в троечку я попадаю вполне себе. Вполне себе. Нормально. В зрении там, если говорить по атрибутике финансовой, там, мои гонорары не самые, ну, точно не самые низкие, они между средними и выше среднего, есть ребята подороже и компания, есть ребята подешевле. Нормально. У меня это не сильно парит, да, то есть я еще раз говорю, то есть я здесь просто для того, чтобы получить доступ к интересному мне клиенту, мне нужно соответствовать определенным ореолам восприятия, там, смотрят на меня, в каком костюме я прихожу навстречу, как я выгляжу, какие очки одеты, там, на мне туфли зендан или балдинини, то есть приходится покупать балдинини, да, там, на мне ремень, но нейм или какой-нибудь там понтовый, приходится покупать понтовый. То есть здесь получается, что, конечно, я должен соответствовать определенному ореолу, чтобы получать доступ к клиенту, с которым мне интересно работать. Потому что, ну, с бедным клиентом, когда ты работаешь, тебе не дают развернуться, и проект получается не такой интересный, как ты хотел. А богатый клиент маркирует, богатый, успешный, тот, который дает возможность поиграть там с компанией, сделать какой-то интересный проект, он смотрит на, выбирает тренера. Пока, конечно, все-таки страна Россия, вот ты сказала хороший пример про Штаты, я не очень хорошо знаю Штаты, но то, что я видел точно там во Франции, в Германии, там нет такого ореола там внешнего вида, упаковки, лайфстайла, не так сильно на это обращают внимание. У нас обращают внимание на сходу. Или мне так кажется. Поэтому тут приходится вот так вот, да, вот, получается. Приходится все равно соответствовать, если честно, называть очень сильно. Александр, а что ты считаешь самым главным своим жизненным успехом? Или несколько успехов? Ну, несколько вещей. Первое, понять, что успех это не главное, я считаю, это жизненный успех. Успех, да? Понять, что неудача это очень хороший актив, это успех. Понять, что, ну, падать и подниматься это успех. Я много раз падал и в бизнесе, и там в каких-то ситуациях, у меня второй брак. Ну, это не падение, скорее всего, да, скажем так, может быть, не совсем оптимальный или правильный выбор. Ошибочка, там, как это, жизненный опыт. Сохранять какую-то гибкость. Мне 43-й год, ну, не такой старый, но не совсем молодой. Это, думаю, успех. Ну, для меня лично. Научиться принимать некоторые вещи, которые раньше принимал, не принимал, не понимал, там, пытался только более дисциплинно решать. Для меня это успех. Ну, это все субъективные вещи. Я думаю, я говорю про свой успех. Изменить там ценности в той или иной ситуации, когда появились дети, это успех. Вот я сейчас, может быть, понятия некоторые предменяю. Сейчас я рассуждаю с тобой. Успех ли это? В контексте успеха я бы про себя сказал так. Да-да-да, конечно. А какой у тебя самый главный неуспех или какая у тебя была самая такая большая неудача? Неудача самая большая? Ой, самая большая неудача – это потерпеть неудачу в бизнесе и долго переживать на эту тему. Это не принимать и думать, что это очень, как это называется, грустное, печальное событие, которое надо скрывать, которое вносит какую-то такую печать в твое резюме, там, как предприниматель, или что ты вот не состоялся. То есть бояться ошибок – это самая большая неудача. Ну, избегать их и не принимать их, не выносить из них уроки. Я думаю, что это самая большая неудача. У меня был такой опыт в 2009 году. У нас был такой сложный проект, на котором мы потеряли миллионов тридцать. Ну, это по тем деньгам почти миллион долларов. и я очень долго переживал, прям по-серьезному так думал, что так можно, какой-то я неудачный предприниматель, вообще, и предприниматель ли я. Ну, вот это была неудача. Не сама вот эта неудача, а отношение к ней – это был самый большой неуспех. Это глупо. Ну, вот опять, с точки зрения антихрупкости, Насима Талеба, которого я очень уважаю, ошибки – это хорошо. Просто они должны быть не повторяющиеся и не фатальные. То есть делать ошибки, много ошибок – это хорошо. Можно сделать не повторяющиеся и не фатальные для этой системы ошибки. То есть, если, например, я не могу рисковать миллионами долларов, у меня их нету свободных, значит, я не лезу в проекты на миллион долларов. А все остальное я себе допускаю как ошибка. Если я допустил какую-то ошибку, то повторить ее – глупая затея. Я понятна снова или не очень так да? Понятно, понятно. Конечно, конечно. Да, да, да. То, что сейчас делает Россия и наше правительство, это очень ухудшает хрупкость, увеличивает хрупкость системы. Я большой поклонник системы. То есть, вот то, что я не разделяю многие шаги. Ну, не я политик, я не вирусолог, но я считаю, что мы сейчас потеряем больше, чем найдем вот в этом режиме и в том, что мы делаем. Я больше за позицию Швеции. И люди сами решают, сами там додумывают, насколько себя ограничивать, принимают на себя ответственность. Если вышел, заразился, умер, заболел, ну что ж, это моя ответственность. Заботясь о других людях, ну вот сейчас прям перебор пошел. Мы пытаемся в каком-то ручном режиме управлять такой сложной системой, очень сложной экономикой. Я боюсь, что последствия будут очень неприятные, причем ударят они больше всего по самым бедным слоям населения. Мы ухудшаем сейчас систему, мы ее делаем очень хрупкой, мы не даем ей адаптироваться, мы ее не развиваем, мы пытаемся ее как-то искусственно сдерживать, регулировать. Вот это пример, это антипример. Так, как многие люди делают, они с собой. Вот я за то, что нужно нагружать себя стрессорами. То есть, чтобы быть успешным человеком, нужно наоборот искать стрессоры. Ну, стрессор – это какая-то нагрузка разумная, например. Контрастный душ – это стрессор, пробежка – это стрессор. Обанкротиться бизнесу один раз – два – это стрессор нормальный. Закрыть свой проект – это стрессор. У меня в портфеле 12 проектов, из них выжило три. Пожалуйста, математика. Я раньше расстраивался по этому поводу, а сейчас я знаю ребят, у которых миллиардные бизнесы. Он говорит, моя статистика 50 проектов живет 4-5. Нормально. То есть, 45 в мусор пошло. Это ошибки, да. То есть, надо искать стрессора, идти в него, нагружать себя. Это тоже про счастье и про успех. Чтобы быть успешным, нужно не бояться стресса на короткой дистанции, принимать его, работать с ним, входить в эту зону, в зону нагрузки физической, психологической, коммуникативной, находить более сильных людей, увольнять людей, которые лоботрясничают, не ждать. Вообще, вот работать в зоне конфликта и не бояться конфликта, и развиваться в конфликте – это очень про успех. А какие твои привычки, какие твои навыки, какие твои качества помогают тебе достигать успеха? Ну, я достаточно дисциплинированный. Достаточно. Я не говорю, что прям просто сравнивая себя с другими людьми. Это отмечают многие мои клиенты, коллеги, знакомые. То есть, вот с этой дисциплинированностью у меня, наверное, выше среднего, мне это помогает. Каждый строит на своем, вот я на этом строю. Я упертый. Опять все лекарства и все яд, иногда мне это мешает, иногда мне это помогает. То есть, я иногда могу пройти чуть побольше, чем среднестатистический человек. Я думаю, что это многих предпринимателей отвечает. Я боюсь и делаю часто. Иногда я боюсь и не делаю, но вот случаев, когда я боюсь и делаю, у меня чуть побольше, чем у среднестатистического человека. По поводу страха, я всех людей делю на две группы. Кто-то боится и не делает, кто-то боится и делает. Я думаю, что больше случаев у меня, когда я боюсь и делаю. Ну, все мы боимся. У нас очень много центров безопасности, а центров удовольствия гораздо меньше. И вот это вот менделевидное тело очень сильно нас держивает. Кстати, одна из задач наших расслаблять его, чтобы меньше было сопротивление активности действия. Ну, из привычек, наверное, все основные. То, что мне помогает. А в последние недели изменилось ли твое ощущение успешности, вот твоей успешности? Вот в связи с ситуацией в мире, с коронавирусом, в связи с самоизоляцией, в связи с тем, что ты, ну, ты же тренинги часто проводишь, наверное, ты какие-то тренинги сейчас не мог проводить. Отношение к успеху? Да, 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 да. Отношение к своему успеху. Появилось ли, может быть, какое-то чувство сейчас, что ты менее успешный или на баре, или успешный, или такой же успешный? Ну, наверное, такие мысли возникали периодически, потому что часть клиентов там встала на паузу в этот период по понятным причинам. Да, да. Они тоже боятся, переживают. Я тоже боялся в апреле некоторых вещей, то есть, ну, находился в состоянии страха больше, чем я это обычно себе позволяю там в предшествующих месяцах, в марте, феврале, январе. Я, наверное, про себя, если говоря, понимаю, что все равно шелухи много у нас, и я думаю, сейчас это весь мир поймет в этой картинке. Под шелухой, друзья мои, ненужные действия, атрибутика, какие-то активности, необходимости. Нам казалось, что вот это вот должно быть обязательно, но на самом деле без этого можно обходиться. Какое-то переосмысление тоже происходит, я не скажу, что оно закончилось, оно еще идет в процессе. Урок хороший. Я, главное, что нам желаю, чтобы мы просто из этого урока правильные выводы делали. Вот если мы вдруг решим, что надо дальше запираться, усиливать количество больниц, готовить их к пандемии, это неправильный урок. Вот вообще неправильный. Мое мнение, надо наоборот увеличивать открытость, уменьшать регулирование системы, увеличивать децентрализованность. Если бы, например, Китай очень авторитарная страна, что бы там ни говорили, они же долго скрывали информацию о том, что происходит внутри. В итоге, если бы об этом раньше пошел сигнал, и как можно раньше бы люди открыто обсудили и приняли решение, давайте блокируем, то, может быть, и последствия были бы поменьше. То есть я очень желаю, чтобы мы сейчас все, я в том числе для себя, правильные уроки из этого вынес. Вот неправильные уроки, то, что все должны быть на удаленке, то, что надо сильнее закрываться, то, что надо отстраивать автономную экономику. Это неправильные уроки, на мой взгляд. То, что надо еще сильнее регулировать медицину, то, что надо готовить еще пикот больниц. Это неправильные уроки. Правильные уроки про то, что надо там повышать иммунитет, делать систему более открытой себя, в том числе, да, там, отряхиваться от шелухи, не надо поддерживать больные экономики, больные предприятия, то, что сейчас пытаются делать, да, там. Например, у нас там у вас никогда не было успешной компании, он всегда датировался, сейчас он там какие-то вообще сумасшедшие суммы требует. Может, его пора закрыть? Ну, не умеем мы делать автопром, ну, не стал он конкурентоспособным ни три года назад, ни пять лет назад, ни 15, а всем работникам помочь адаптироваться как-то в других направлениях, в других проектах. Он Яндекс умеет делать крутые продукты, продолжает их делать. Киньте их в Яндекс, пускай он чем-то другим занимает. В общем, если говорить про меня в этой ситуации, то, да, я тоже переосмысливаю тему, чем заниматься мне нравится, я не меняю взгляд на профессию, то, что строить адаптивные системы, наверное, сейчас будет еще актуальней, пора уже выходить из мира каких-то интуитивных компаний на коленке. Это искусство, это ремесло, это и наука, искусство, ремесло, интуиция. То, что я понимаю, много ошибок, которые мы себе позволяли два месяца назад, сейчас надо будет не позволять делать, да? Меняться придется, да, всем. Александр, а какие бы пять топ-рекомендаций ты дал нашим слушателям, нашим зрителям, как достигать успеха? Ну давай, первая рекомендация, это соревноваться не с кем-то, а с самим собой. Мы, правда, очень разные. Я, признаюсь честно, я месяца три назад слушал лекции Роберта Сапольского о биологии поведения человека, переосмыслил свое отношение к депрессивным людям, ну, к людям, которые попадают в состояние такое, которое называется депрессия. Раньше относился к ним плохо, скажу честно. Мне казалось, что что, как бы, вот они какие-то лентяи, лоботрясы, а потом я понял, ну, правда, если вот так вот человека физиологически воткнуло, то там серьезные процессы происходят. В общем, у нас очень разная оснащенность, не надо пытаться играть в чужой успех. То есть, вот если вы родились каким-то кривым, косым, там, хромым, у вас плохая дикция, то не надо ставить себе цель стать лучше, чем Радислав Гондопас в ораторском искусстве. Поставьте себе цель, там, себя обойти на столько-то шагов, там, через, ну, там, разогнуть свою спинку, там, чуть-чуть выступить перед аудиторией в пять человек, если вы трясетесь перед тремя выступать. То есть, первый успех относительно самого себя соревноваться только с самим собой. Второй совет, это первый совет, он самый важный. То есть, успех только в контексте соревноваться с самим собой, иначе вы загоните себя в какую-то нехорошую ситуацию, психологические ресурсы. Второй совет, давайте мы представим, что есть страна гулливеров и лилипутов относительно вас. То есть, есть люди слабее вас, это будут, вы для них гулливеры, а они для вас лилипуты. Есть люди сильнее вас, вы лилипуты, а они для вас гулливеры. Вот чтобы быть успешным, нужно сохранять баланс, то есть, вы должны несколько раз в неделю оказываться в стране гулливеров, а вы лилипуты, и несколько раз оказываться гулливером в стране лилипутов. То есть, кому-то вы даете что-то, и от вас учатся, и от вас получают, а у кого-то вы берете, учитесь, и создаете, понимаете, что еще есть куда расти. То есть, создаете такое разумное напряжение, да, то есть, тут вы отдаете, делитесь, где вы гулливеры, а не лилипуты. А тут вы учитесь, берете от других людей, где есть гулливеры, а вы лилипуты. Третий совет это сначала счастье, а потом успех. Вот категорически на этом все не оставлю. То есть привычка быть счастливым это базовая установка, а потом на нее она отстраивается может привычка. Если вы попытаетесь быть успешным, не научившись быть счастливым, ни к чему хорошему вас это не приведет. Это доказано не раз. Я видел кучу людей с красными, несчастными, злыми, недовольными, депрессивными глазами, лицом, телом, которые очень успешны, имеют колоссальное состояние, прекрасный лайфстайл, красивых жен. Это, как сейчас вспоминаю, такая история у меня была. Мы как-то, когда занимались умными домами. Умные дома стоят хороших денег. У нас был клиент, у него квартира двухъярусная, она состоит из четырех квартир, объединенных вместе, всего 680 квадратных метров. Я работал с его братом. Брат попросил для него тоже сделать эту умную квартиру. Я пришел к нему на переговоры. Он бывший, ну бывший бандит, назовем так. Это было в конце 90-х годов. А, это было в начале 2000-х. Он такие красные от ярости глаза. Ну, видно, что если вдруг что-то будет не так, то он готов, если что, силовыми способами решать вопросы. И я у него спрашиваю, где он что хочет сделать, в том числе в разделе «Умный дом» есть такая тема, как видеонаблюдение. Он говорит, видеокамеры поставь везде. Везде, Александр. Я говорю, зачем? Я хочу, говорит, я хочу, чтобы были везде. Ну, я уточняю, в ванной тоже. Он говорит, да, в ванной тоже. В туалете. В туалет. Он говорит, да, в туалете тоже. Заходит жена его и говорит, ну зачем в туалете? Ты что, говорит, с ума сошел? Он такой, ну ладно, в туалете не будем. Она уходит, он мне молча такой ставит. Это не извращение. Это как бы вот, ну, то есть, чтобы контролировать, понимаете? До чего люди доходят. Ну, какое тут нафиг счастье? Он очень богатый человек. Какое тут счастье, да, вот эта вот попытка все на свете контролировать. Поэтому сначала счастье, а потом успех. Четвертый совет про успех, это, ну, помните про эту цифру, если вдруг вы начали зарабатывать 7 тысяч долларов в месяц, не больше, и у вас чувствуется, что как-то вы ищете счастье через успех, то дело не в успехе. Ну, как бы все, как бы. То есть, понимаете, что деньги не главное, деньги не главное. Ну, правда, я так считаю. Деньги – это приятный побочный эффект от правильной деятельности и правильного пути. Вот такой я сегодня идею разделяю. То есть, если вы несете value, да, ценность, бизнес value, там, или какую-то личную ценность для людей, для клиентов конечных, то деньги будут как следствие. Это приятный побочный эффект, но не самоцель. А последний совет про успех. Последний совет будет такой, как можно быстрее переставайте в него целиться, как главный вектор. Я это сделал лет 39, наверное. И самое смешное, что я стал успешнее после этого. То есть, когда я расслабился на тему, то есть, расслабьтесь на тему успеха, и вы станете по объективным параметрам успешнее. То есть, как это ни парадоксально, а чтобы добиваться цели, нужно быть не скованными целью. То есть, надо расслабиться на эту тему, так же, как и на тему счастья. Вот тут такой немножко парадокс, да? Ну, он есть. Александр, мы сейчас с тобой обсудили и очень подробно тему успеха, тему счастья. Есть ли какие-то вопросы, какие-то темы, которые я не затронула? Может быть, ты хочешь поделиться с миром чем-то еще, о чем я не спросила? Я могу только одно добавить. Ты много всего, чего спросила, мне кажется. Я уже там все и не упомню. Мне кажется, что мы, говоря вот про счастье и про успех, забываем часто, ну, по крайней мере, я так делал, что у нас очень много животного, и есть очень большая категория людей, которые прям все-таки иррациональные, разумные, красивые, пушистые, не принимают, что вот мы еще там какаем, писаем, едим. Ведь вот для того, чтобы быть счастливым и успешным, нужно не забывать про это животное начало, и не бояться его, и его как часть собственной сущности принимать, и с ним считаться. Сейчас я поясню. У нас есть базовая программа, и у меня и у тебя она очень простая. Выживать и увеличивать количество копий ДНК. Если прям совсем просто говорить про программу, которая присутствует у каждого из нас. Николай Иванович, например, наш общий друг, считает, что это вот такое начало, про которое надо забыть, и поверх него надстроить все такое красивое на тему, там, как это называется, у него в этих типах. Творец, да? Творец, да, есть такая. Творец? А я считаю, что если ты не разобрался со своим, как Николай Иванович называет его, паразит, по-моему, да? Есть паразит, но есть паразит, потребитель роботик еще. Я считаю, что надо принимать и понимать, как работает это животное начало, и с ним тоже уметь работать. Ну, то есть, если ты не то, что подчиняться ему, не то, что делать его доминанты, но это животное начало принимать. Ну, правда, если человек, например, в семье не умеет создать, не находит хороший секс, я пример говорю там про мужчину, что-то будет, он где-то будет его искать на стороне, его это будет беспокоить, он будет заниматься всякой ерундой. Если человек считает, что кушать вкусно и полезно нельзя и невозможно, то это будет как-то тоже его беспокоить. Короче, нужно вот это животное начало наше в разных контекстах учитывать вот в этой картинке успеха и счастья, от него не открещиваться и не говорить, что этого нет, это неправда. И нужно учитывать вот то, что животное базовое, то, что вам уже дано с точки зрения ген. Вот мы сейчас живем с вами в интересное время, когда можно сделать там анализ ДНК, он стоит от 25 тысяч рублей, это не сумасшедшие деньги, можно там сделать анализ микробиоты, можно там обвешивать себя трекерами, посмотреть, что вы из себя представляете, то есть вот правда, у каждого из нас есть определенная предрасположенность, есть определенный как бы потенциал, который нам дал. Посмотрите на него повнимательнее. Сделайте генетический анализ. Мне вот генетический анализ показал, что у меня есть повышенная склонность к накапливаемости железа, и мне не рекомендуется употреблять много мясных продуктов, да, потому что это повлияет на мое здоровье, в том числе на состояние моего счастья. Я это делаю, я понимаю, что гены заряжены под эту тему, не надо нажимать на пусковой крючок. То есть я закончился хотел тем, что учитывайте свою физиологию, нейрофизиологию, относитесь к ней повнимательнее. Мы живем в то время, когда это можно недорого сделать, и проведя анализ, понять, как мне себя дооснащать. То есть опирайтесь на то, что уже есть. Не надо из себя пытаться делать, ну, давайте, я как тренер, там, не надо мне пытаться себя делать гандапаса, да, Владислава, который один из самых дорогих тренеров, например. У меня другой путь, у меня другая оснащенность, у меня другая генетика, у меня другие ресурсные данные, их надо учитывать. То есть принимайте во внимание точку А, где вы уже находитесь, то, что вы уже имеете, от нее отталкиваясь, строите свой вектор движения, какого-то счастья, успеха и прочего. Александр, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за твое время. Я знаю, что уже я пользуюсь этим твое время. Я не обращал внимания, так что ничего страшного не переживаю. Еще раз спасибо тебе огромное. Счастья тебе. Взаимно. Хорошую тему поднимаешь, продолжай, чтобы у тебя было 900 тысяч подписчиков. Спасибо.